Здравствуйте, друзья! Меня зовут Максим, вы смотрите канал The Quiz. Сегодня хотел бы рассказать про одну очень интересную тему, про мобильный фастфуд. Эту тему я уже несколько раз так скользь затратил его в своих видео и немножечко подготовил интересный материал по тому, что из себя представляет этот бизнес США. Но вначале я хотел бы сделать такой как бы референс. Буквально вот сидел в интернете, копался, но это было полгода назад, и обнаружил, что в России вообще тема фастфуда, дешевого фастфуда сейчас претерпевает достаточно серьезные изменения, связанные, естественно, с тем, что у населения падает покупательская способность. Из этого бизнеса сошли такие достаточно устойчивые игроки, как Сбара. Насколько я знаю, компания разорилась. С дистанции сошла федеральная сеть «Елки-палки». Скажем так, для меня это просто информация шоковая. На мой взгляд, из всех российских проектов такого-то уровня «Елки-палки» очень и очень успешный проект. Скажем так, я сам частенько в Москве ходил в сеть вот этих вот кафешек недорогих. Они были практически возле каждой станции метро, крупной такой, то есть в торговых центрах очень много было этих точек. И эта сеть закрылась, разорилась, закрылась. Я не знаю, какие были причины, но, видимо, основная причина – это падение покупательской способности. Сразу хочу задать вопрос зрителям своего канала, кто смотрит. Крайне интересно было бы узнать, кто из моих зрителей связан с фастфудом, кто работает в этой области. И, соответственно, из первых рук получить информацию, как у вас сейчас обстоит дело в вашем городе, в вашем регионе, вот с этим вот недорогим фастфудом. То есть, что там у вас, насколько все плохо или насколько все хорошо. Потому что наверняка есть и позитивные какие-то моменты, кто-то наверняка вышел на рынок с какими-то новыми предложениями. Но, в общем и целом, я сделал такой вот анализ по российскому фастфуду и, как бы, такая удручающая ситуация. И, кстати, вот, если будете отвечать, также интересно узнать, какова средняя оплата сотрудников вот этих вот фастфудных точек и, особенно, кто работает в мобильном фастфуде. Сколько вообще человек получает? Потому что в Америке, по большому счету, вот такого рода сотрудники, но меньше 10 долларов в час, они по-любому не получают. Это вот плюс еще можно добавить сюда овертаймы, сюда нужно добавить какие-то работы на праздниках. Так вот, вернемся к американскому фастфуду. Я приехал в Омаху в 2019 году и, фактически, во всем городе, может быть, было от силы один или два трейлера, которые стояли исключительно в мексиканских районах и торговали всякими такосы, буритасы, всякие там эти вот хрустелки, чисто мексиканская еда такая. И, тем не менее, у них была очередь, при всем при том, что город наводнен американскими федеральными сетями, то есть Макдональдс, Бурдер Кинг, Taco Bell. Это вот как бы основные игроки Вендис, уже попозже, уже как бы идут в следующие линейки, потом Дэй Кью. Несколько есть, насколько я знаю, на проходных трассах точек Деннис. К сожалению, у нас в городе нету White Castle. Мне эта точка очень нравится, вот, White Castle. А после определенного американского такого фильма я специально охотился, попал в White Castle, попробовал действительно прикольные у них эти чизбургеры. Так вот, в этом году, в этом году прямо резкий всплеск вот этого мобильного фуд-сервиса. В городе появилось огромнейшее количество вот этих мобильных точек, и уже разнообразно есть предложения, и кто-то там шаурму делает, здесь называется Гирос, и кто-то сосиски, и кто-то свои какие-то спец-супер-пупер-чизбургеры. То есть, появилось такое разнообразие, и это разнообразие можно увидеть, когда проводятся различные роды мероприятия, то есть разные фестивали, разные спортивные соревнования, поддержают, ну, как минимум, пять фургончиков с различной едой, тайская еда какая-то, то есть, большое разнообразие. Даже есть ассоциация вот этих вот владельцев фуд-трака. Все, что надо, это вам купить вагончик, зарегистрировать компанию, как и ЧП, здесь LLC называется, и самый минимум лицензий. Самый-самый минимум, никто до вас докапываться не будет. Все вот эти бюрократические дела можно решить буквально в течение недели, и никто палки в колеса, главное, не вставляет. Все. Не надо такой супер-пупер-кассовый аппарат какой-то там, всякое-то, вызову мастера вот этот, который приходит там эти, физкализацию делать. Ничего здесь, вот этого геморроя здесь нету вообще. Вот. То есть, очень просто запустить свой бизнес. И, соответственно, видео-прессы стимулируют таким образом людей заниматься самозанятостью и зарабатывать деньги. Вот. Ну и, соответственно, я сейчас вам покажу нарезку, небольшое интервью с владельцем такого бизнеса. Я переводить не буду. Кто английский понимает, тот поймет. Кто не понимает, тому и не надо понимать. Вот. То есть, в первую очередь, интервью для тех людей, которые смотрят на США и понимают ситуацию. Вот. Ну и, соответственно, хотелось бы услышать мнение людей. То есть, как у вас обстоит дело в вашем регионе вот с этим самым фастфудными и что у вас происходит, сколько вообще люди получают и что у вас популярно, что люди едят. Насколько я знаю, Собянин сейчас посносил к херам все вот эти вот точки, которые были возле каждой станции метро в Москве, где можно было, выходя из метро, по дороге домой купить себе недорогую шаурму. Можно было в самой, в самом переходе, в общем, были распространены такие пирожки. Они безумно вкусно пахли, прямо вот, если ты весь день на ногах, начинались голодные корчи. Надо было срочно бежать вот к этой пирожковой, там и хотя бы парочку сладких пирожков купить. Насколько я знаю, переходы подземные тоже в Москве очищены. Больше такого бизнеса нет с этими пирожками. То есть, что вообще у вас сейчас в России происходит с этим мобильным фастфудом? Ну и посмотрите мою нарезку, чтобы у вас сложилась какая-то картина по США. Если моя информация вам окажется полезной и заинтересует, пишите комментарии. Я, естественно, я просматриваю все комментарии. У меня просто сейчас нет времени физически ответить на каждый комментарий, но читаю все абсолютно. Все, что вы пишете, я все читаю. Кому удается ответить, тому пишу. То есть, ну, есть какой-то действительно интересный комментарий. И, соответственно, если эта тема вам понравится, значит, будет продолжение. Продолжу снимать, потому что меня тема как профессионального обжора интересует. Смотря на то, что я скинул вес, я как бы продолжаю дальше анализировать, что же вообще происходит с едой. Хорошего просмотра! Вот так вот типичный представитель американского мобильного фастфуда. И смотрите, сколько народу уже. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok. Очень короткий. Очень оригинальный американский. Да. Ну вот как Аншлагов, понимаешь, был, да? Да. Это довольно круто. Для русских подписчиков из России, Украины и других союзных стран. У вас есть бизнес? У меня есть бизнес, да. Я в этом, вот здесь. У нас есть ковер. Чикен-салад, чикен-стрипс, хот-дог, корн-дог. Это твой? Это типичная американская еда. Русские! Все, что делает тебя веселым. Вы знаете, девочки слышат о Snickers баре до 200, и если ты бросаешь донет, ты можешь бросать веселым. Как долго ты делаешь это? По моим русским друзьям я могу сказать Здравствуйте, как дела? Меня зовут Стив. Как вас зовут? Стив, как долго ты делаешь в этом бизнесе? Какой год? Я делаю это 22 лет. 22? 22 лет. Что ты думаешь, что для США в данный момент это оптимистический тип бизнес? Для того, чтобы ты взрослый, или что? Что ты думаешь? Это бизнес-концессионный бизнес? Да. Есть возможность здесь? Да. Люди едут все время. И если ты можешь привести людей вместе для веселых фестивалей, то люди всегда потратят деньги на хорошей веселой. Это хорошие слова. И это правда. Да. 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 Это брик-н-мортар. И это мобиль. Да, я знаю. Мобиль-концессионный бизнес. Да. Мобиль-концессионный бизнес. Мобиль-концессионный бизнес. Начал с небольшим бизнесом в США. Да. С небольшим балансом. Мобиль-концессионный бизнес. Главное. Как вкусно было! Да, вкусно! Все в вкусе! Больше лучше, чем King Kong! Я бы сказал так! Я был в ресторан бизнесе 25 лет, и я знаю как трудно это в ресторан бизнесе. И когда я начался, я не знал, что я не хотел бы спать на ноги. Я не хотел бы быть пушеврой против продуктов, на много разных уровнях. Я хотел бы сделать продукцию, я хотел бы быть чистым и спокойным, я хотел бы быть приятным и привел, я хотел бы быть рада, и чтобы сделать это ты будешь жалов, чтобы ты будешь хорошим. Я говорю, когда я начался, я хотел бы сделать очень много лет, чтобы было стараться. И это было несложно для меня, чтобы мне было здорово. Я пришла в дом, у меня были маленькие шаги. I thought we needed something like that here in Durham. My favorite part of working on the food truck, though, is my direct communication and interaction with my customers. I actually talk to my customers directly. I hand them their food. We can engage in a conversation. And what's your name? Nick. Nick? Nick?